2016 год, октябрь, месяц, конец октября, уже начинаются заморозки, и музей земства открыл свои двери сегодня в Кремле и Измайлово, это замечательный центр русской культуры в Москве. И сегодня музей земства в лице руководителя музея земства, зовут меня Грошева Марина Александровна, встречает замечательного человека. Это Гаврилов Николай Петрович, он является председателем совета исполкома земского движения города Севастополя. Также Николай Петрович, уполномоченное лицо по организации политической партии «Мы русский народ». Николай Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, для русского народа, чтобы доступным было, что такое земство? Земство – это национальная форма самоуправления, самоорганизации, самофинансирования. И чтобы было доступным языком для нашей молодежи, для наших детей, чтобы они с ваших первых слов как-то стали понимать, что же такое земство для них значит. Или, может быть, это значимое слово, которое изменит их жизнь к лучшему, что оно даст. То есть нас вот слушают разные люди разного поколения. Конечно же, молодежь, которая активно в позиции сейчас развития России, ищут себя. И много вопросов. Вот скажите, что такое земство для молодежи? Ну, нельзя отделять молодежь. Отделять от людей среднего и глубокого возраста. Значит, мы единый народ. И вопросы решать нужно. Народ для народа. А не в формате, так сказать, возрастных отношений. Значит, на сегодняшний день, к сожалению, наш народ отучили трудиться. Значит, изъели первичный оборотный капитал стартовый. Им начинать приходится с заемных кредитов, с денег чужих. А приходится потом их отдавать. То есть люди перестали работать на себя. Догонщик кредитов не позволяет людям иметь свой бизнес. Потому что на сегодняшний день все кредитные организации ставят своей задачей изъятие бизнеса. То есть если у вас бизнес успешный, вы взяли кредит, потом также ваш бизнес приватизируют без вас. Поэтому для сегодняшней, для молодежи, у нас есть программа, которая позволяет создать людям первичный стартовый оборотный капитал, которым они будут работать. Этот оборотный капитал еще позволяет им не только зарабатывать, но и позволяет им пройти практическое обучение бизнесу. Без риска потери различных преследований судебных и долговых. Наша задача на сегодняшний день создать первичный капитал гражданам, которые будут создавать рабочие места своим капиталом. И не буду особо стремиться к формату только прямого обогащения за счет уничтожения и разрушения других организаций. Нам нужны рабочие места гражданам, всем, и взрослым, и малым, перестыкнивые детям. Обучение без риска этих конкурентных отношений. Потому что на сегодняшний день у нас конкуренция несколько построена не в том формате, в котором вообще-то соответствует человек. То есть мы как бы делаем человека друг с другом и врагом. Это неправильно. Очень интересно, я думаю, всем ознакомиться с этой программой. Я надеюсь, что в следующем эфире мы будем посвящать целую серию развития традиций, развития земских традиций. И эту программу мы будем показывать и в мастер-классах, и наглядно, и информационно на различных демонстрационных площадках, в том числе, где возраст будет неограничен, как вы сказали. Вот на сегодняшний день я вам готов продемонстрировать, как организуется вся эта программа. Есть у нас вот такое положение. Это формирование наказного земства России. А это вот форма. Мы с вами берем избирательную, любую площадку избирательную. Вот на сегодняшний день вот эта площадка избирателя, то есть депутата городского совета города Москвы. Значит, вот он, на чем построена вся система. То есть определяем округ, определяем улицы, которые, например, есть в этом округе, которые участвуют, где проживают избиратели. А теперь мы заполняем этот список, вот эту шахматку, значит, фамилии наказных участников нашей программы. Поясните, что такое наказный, многие не знают. Назначенный приказом, значит, наказанный. Любой желающий может быть наказным старством. Ознакомиться с этой программой и войти сюда, в эту программу. Да, изъявивши желание. Изъявивши желание, кто поддерживает. Участвовать в этой программе. Не в формате поддержки. В формате согласия участвовать в программе. Все остальное методом практической деятельности организуется. То есть таким образом, вот у нас улица 60 лет октября, значит, проспект. Мы, сколько здесь домов, когда появляются у нас участники уже программы, мы их записываем. По какому дому он идет старостный. Таким образом мы набираем активистов. А теперь активисты начинают работать. Значит, подростки с 14 лет, обоих около женщин и мужчин, или девочки и мальчики, так скажем. Они становятся участниками бизнес-процесса по реализации, скажем, товаров и услуг. Как представители ферм крупных. Таким образом они себе зарабатывают первичный стартовый капитал, оборотный. Который они потом могут потратить на образование. Это их не деньги. Значит, мы создаем ситуацию удешевления товаров и услуг на 30%. Ну, то, что, собственно говоря, стремился Макаренко в своей системе с детьми. Да, да, да. Самоокупаемость. Дайте мне школы Москвы, которые будут учиться до 8 класса, потом получать высшее образование. Да, здесь ничего нет. И самоокупаемые будут школы. Нового нет. Нет. Так не только школы. Значит, мы даем навыки работы. И эти навыки работы потом пригодятся в жизни, когда он захочет чем-то заниматься. Совершенно верно. Потому что, судя по нашим детям, то у меня их двое, так сказать, своим только личным примером, конечно, я показываю, что труд облагораживает человека и развивает человека. Но дается это трудом, потому что, конечно, и компьютеризация, и школьные программы, которые волей-неволей человек заходит в компьютер, он обязан делать различные презентации. При этом они хорошо не усваивают сам материал. Естественно, родители обращаются к репетиторам. Ну, в общем, система всем ясна. Проблема с образованием есть. Прежде всего, которая вытекает из воспитания. И воспитание сейчас возлагают только на семьи. А школа, так сказать, и детский сад почему-то от этого устраняются. Слово воспитание. И многие образовательные учреждения сейчас лихим пером меняют статус на досуговую деятельность клубную. Вот что сейчас происходит уже более восьми лет системой образования. То есть воспитание все возлагается на родителей, которые работают, как вы сказали, в таких условиях, чтобы добыть этот кусок хлеба, одеть ребенка, помочь ему. Вот, и на репетитора. А тут вокруг кредиты, вокруг еще столкновения. И развить свой бизнес, конечно, очень сложно. Значит, формат обеспечения социальным содержанием участников проекта, у нас уйдет от 30 тысяч до 120 тысяч социального содержания. Значит, при этом мы создаем структуру, которая обеспечит наше благополучие в работе. То есть, чтобы нас не обижали товарищи Держиморды из числа рейдеров этих, по захвату. Значит, мы формируем земское городовое казачество. Земское городовое казачество также у нас идет, оно идет в четырех уровнях. Значит, структура от первой очереди до четвертой очереди службы. То есть, казаки служат всю свою жизнь. Так оно было. Это традиция казачества. Это традиция, это форма вообще-то служения. То есть, мы, подростки, у нас вот порубки. Казачок, это с 6 до 14 лет. Порубок с 14 до 28. Казак, с 28 до 42. Старики, это с 42 до 56. И деды от 56. То есть, вся служба, вся жизнь казака служит. Соответственно, и преемственность традиций, преемственность способностей, навыков службы. Позволяет готовить высококлассных специалистов и по административной службе, и по службе охраны территорий, правопорядка на территории дворов и улиц. Соответственно, все направления должно соответствовать интересам населения. Защищать нужно право граждан. Потому что правом у нас обладает только гражданин. Чиновник правом не обладает. У чиновника обязанности. Обеспечивать право граждан. Это основные задачи. Спасибо.